Ранствие духовного зёрнышка Сказка для больших и маленьких Жило-было малюсенькое-прималюсенькое зёрнышко Это было особенное духовное зёрнышко Оно не имело ни глазок, ни ушек И поэтому ничего не видела и не слышала Оно плавало в белом улочке Среди миллиардов звёзд Просто плавало, и всё Зёрнышко стало печально и скучно от этого Так сильно скучно и так сильно печально Что его услышал Бог Бог самый сильный, самый добрый, самый справедливый Он живёт в своей волшебной стране И создал всё, что есть в этом мире Бог очень любит своё творение Помогает ему и заботится о нём И маленькое зёрнышко тоже сосуд Бог И очень его любил Направив один из своих ручков на зёрнышко, Бог пробудил У него желание странствия и осветил ему путь В тот же миг зёрнышко всё ярче и ярче заблестело, Засверкало, оно очень хотело стать сильным и прекрасным И превратиться из несмышлённого зёрнышка в настоящего духа Поблагодарив своё облачко за тепло и уют, зёрнышко покинуло свой дом И с большой радостью отправилось по лучику в путь Впереди лежал огромный и красивый мир В глубоком необъятном пространстве Горцали белыми яркими точками звёзды Всё переливалось разноцветными огнями Со всех сторон раздавалась нежная мелодия Зёрнышко пролетало мимо островов с зелёными садами Мимо белых дворцов в утопающих цветах Но оно ничего, кроме своего путеводного лучика, не видело и не слышало Прошло очень много времени, прежде чем лучик доставил зёрнышко в царство феи Добрые феи подхватили малыша Обернули его в тончайшее и нежнейшее одеяльце И положили в полыбельку, которая размещалась в красивом розовом цветке Цветок благоухал так, как не пахнет ни один цветок на земле Зёрнышко тут же заснуло, и ему приснился волшебный сон В котором оно превратилось в маленького ребёночка С ручками и ножками, которых он видел своими новыми глазками Вдруг зёрнышко проснулось из своего необыкновенного сна И увидело, что это был вовсе не сон Это произошло и на самом деле Ему очень понравилось быть в новом теле И оно захотело позвать сей Но ничего, кроме крика, у него не получилось Ответ была лишь тишина Усердно шевеля своими маленькими ручками и ножками Ребёнок продолжать криком звать сей Наконец добрые сии услышали его Схватили на руки И отдали очень красивому белому существу Большими крыльями Это был ангел-хранитель Нежно и любя, ангел-хранитель взглянул на ребёночка в своих руках И увидел в нём сияющее зёрнышко В сиянии проступили буквы Имя, которое зёрнышко должен носить на земле Теперь его звали Мо-Ардо Вместе с ангелом Мо-Ардо продолжил свой путь на землю Одеяльце, в котором был завёрнут Мо, переливалось нежными цветами Розовым, зелёным и голубым Оно светилось на солнце, как будто усыпано Брагоценными камнями Ангел-хранитель должен был найти на земле родителей для Мо Но поскольку розово-зелёно-голубой одеяльце говорил о том Что в зёрнышке заложено добро, любовь и красота То мама для Мо должна была быть доброй, красивой и уметь любить На маме Мо должен был быть позавязан шар Точно такого же цвета, как и одеяльце Мо Ангел-хранитель летел над землёй И очень внимательно искал маму С розово-зелёным и голубым шарфом И он её нашёл Огромное счастье и радость пришло в дом родителей Мо Они очень ждали ребёночка и, наконец, дождались У Мо появились мама и папа, которые его очень любили И Мо мог их видеть, слышать и чувствовать Ангел-хранитель каждый день навещал Мо, присматриваясь за ним Когда Мо немного подрос Ангел стал записывать в книгу жизни всё хорошее и всё плохое, что делал, думал и чувствовал Мо Ангел очень радовался, когда увеличивались листы добра и любви книги жизни Мо И очень огорчался страницам зла и печали Ещё сильнее огорчался страницам зла и печали Богу Но что он всё создал с любовью и справедливостью Оно должно было быть хорошим, добрым и чистым Для мира на земле надо быть добрым и хорошим человеком Вообще плохие поступки и дела пачкают, загрязняют цветные шарфики людей, шарфики любви, доброты и красоты От этого взрослые дети страдают и теряют своё счастье Однажды Мо пошёл гулять Видит, мальчишки смеются и издеваются над хромым старичком Мо было жаль беднягу, но он всё равно присоединился к приятелю А вечером Мо заболел Во сне, как обычно, к нему пришёл ангел-хранитель С укором покачал голову и показал Мо книгу жизни Открытую на вчерашней странице Она была чёрная-причёрная Мо стало очень стыдно Он заблакал и обещал больше никогда никого не обижать и не оскорблять Наутро Мо проснулся совершенно здоровым В школе Мо учился на дни пятёрки Родители и учителя не нарадовались Какой Мо молодец И Мо возгордился Он самый-самый лучший Он самый-самый Шла пора экзамена Мо подумал, зачем мне готовиться к экзамену Я и так всё знаю Вместо того, чтобы повторить всё, что знал Мо пошёл гулять А на экзаменах случилось то, о чём он даже и не представить не мог Он всё забыл и экзамен не сдал Хонорый и печальный Мо пошёл домой Сел на скамейку и закрыл глаза Вдруг он почувствовал прикосновение крыла Это был ангел-хранитель с книгой Открыта она была на очень чёрной-причёрной странице И ангел сказал ему Ты слишком гордился собой Но если ты хочешь стать хорошим и сильным духом Ты должен научиться быть скромным Для этого тебе пришлось зайти через этот урок Так Морос и учился быть добрым, сильным и честным И вообще хорошим Однажды пришло время, когда опускается мост из волшебной страны Бога Лучик, который помогал зёрнышку страствовать по пути, стал сильным лучом И чем сильнее и лучше становился Мо, тем ярче разгорался луч И тем больше Бог помогал Мо И так духовное зёрнышко превратилось в дух, сильный и чистый Дух Мо жил на земле И волшебная страна Бога всё часе стала ему открываться Там не нужны поезда и самолёты Там можно летать быстрее, чем самая быстрая ракета Там можно строить самые красивые дворцы Которых невозможно представить на земле Там свистут необыкновенные волшебные сады И поют переливающимися голосами птицы в блестящих перьях В этой стране живут только самые добрые, чистые, сильные и красивые духи Злым духом ворота волшебной страны закрыты Никакими хитроумными способами невозможно подобрать ключ к этим ворота Мо прожил долгую жизнь на земле Сделал много добра У него была красивая, нежная и любящая жена У него было много детей, таких же чистых и сильных дух Мо всё чаще и чаще улетал в волшебную страну Бога Туда, откуда он пришёл В один прекрасный день Ангел-хранитель показал Богу И его жизнь ему Бог увидел, что там нет ни одной чёрной страницы Это означало, что духовное зёрнышко Окончательно превратилось в сильного духа Неспособного на зло В этот миг открылись золотые врата волшебной страны И Муардо вошёл туда Её полноправным жителем Субтитры создавал DimaTorzok